Вера и религия. И мы говорили, что есть религия, есть религиозность. Религия – это нормально. Это нехорошо или неплохо. Это то, что мы вкладываем в это. Она может быть хорошей, либо плохой, в зависимости от нашего отношения к этому. Но религия – это нормально. Религиозность – это плохо. Теперь вопрос «благодать и закон» – это второй вопрос, о котором всегда идет спор между христианами и между мессианскими евреями. И всегда мессианских евреев почему-то в законничестве обвиняют. Но закон и благодать – это не противоположность друг другу. Противоположность закону что? Беззаконие. Правда? Благодать – это то, что помогает нам соблюдать закон. В этой части я буду пользоваться книгой «Мессианский еврейский манифест» Давида Стерна. Но я думаю, правильнее все-таки произносить «штерн», если мы говорим о немецком произношении или иническом произношении этой фамилии. Есть и тот, и другой вариант. Стерн пишут и Штерн пишут. Итак, Ливи Штерн, книга «Мессианский еврейский манифест». Я советую каждому человеку иметь эту книгу и хорошо, тщательно ее проработать. Там есть очень много интересных и умных мыслей. Но есть некоторые мысли, с которыми я не совсем согласен. Но это второстепенные. В России, безусловно, нельзя быть. Если собираются два еврея, у них уже три мнения существуют. Но все-таки в основе собора это очень хорошая и правильная книга, и своевременная, и она нужна нам. Первое или А. Римлянам 10.4. Действительно ли Мессия положил конец закону? Есть такое утверждение Римлянам 10.4. «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Большинство теологов считает, что данный стих говорит о том, что Иешуа отменил Тор. «Был закон, пришел Иисус, и что? Конец закон кончился, скончался, умер, скопутился, съежился. Все. Закона нет. Есть только Иисус, который есть конец закону». Вы говорили, что нужно всегда смотреть оригинал, правда? Оригинал греческий. Вот определено слово «телос». «Телос», от него, кстати, происходит слово «телеология», определяемое в словаре Вебстера как философское изучение, свидетельство наличия замысла в природе. То есть «телос» означает не просто конец, а цель. Ну, естественно, если мы приходим к цели, то это у нас конец, да? Но есть цель, к которой мы будем постоянно стремиться. Действительно, Мессия для нас цель? Да. И если мы так переведем, что цель закона – это Христос к праведности всякого верующего. Совершенно другой смысл. Согласны со мной? Да. Здесь нет противоречия между законом и Иисусом. То есть цель – результат, а не окончание и прекращение. Мессия не положил конец Торы. И вы знаете, что он сам об этом говорил. Что он пришел не нарушить закон, а исполнить. Исполнить – это тоже тут идет спор об этом. Мы попозже будем говорить. Но Ишу никогда не отменял Тору. Хорошо. Под законом или дела закона? Помните, это в римлянам тоже есть дела закона, да? Переведены. Дела закона или под законом. Первое значение – это упо-номан. Упо-номан. Номос – это закон. Упо-номан. Упо-номан проявляется десять раз в Писаниях, в римлянам, первое коринфянам, галатам и переводится под законом. Да. Упо-номан. У-по-номан переводится как под законом. Встречается десять раз в посланиях, в таких посланиях, как римлянам, первое коринфянам и галатам. Переводится как под законом. Второе. Эрго-номо. Эрго, как энергия, да? Эрго-номо. Она встречается тоже около десяти раз в посланиях к кремлинам и галатам, и его перевод – «Дела закона». И говорят, что под законом быть очень плохо. Ну, считают христианские теологи, что первое выражение «под законом» означает «в рамках соблюдения Торы», а второе – это «дела послушания Торы». Ну, что вы думаете, плохо быть под законом, если мы это будем переводить правильно, «в рамках соблюдения Торы» или «хорошо»? Видите, совершенно другой смысл. А то, получается, под законом, значит, закон на нас давит, мы под ним сидим, кряхтим, пищим и ждем, когда Ишуа придет и будет конец закону. Совершенно другой смысл – «в рамках соблюдения Торы». А «дела закона» – это «дела послушания Торы». И помните, Ишуа говорил, 7 глава, 12 стих, Римлянам 7, 12, что Тора свята, справедлива и добра. И только есть нечто препятствующее – соблюдать закон. И это не потому, что такой тяжелый закон, а потому, что такова наша природа. Когда мы рождаемся свыше, меняется наша природа, да? И мы получаем благодать. Что такое благодать? Вот, в обычном народе говорят, что благодать – это когда у тебя очень хорошо. Есть такой держкий свешок. Ах, какая благодать, полный рот камней набрать, и как весело потом зубы чистить молотком. Кстати, сочинила Джаня Радарий, автор Чапулина. Ну, благодать – это не что-то очень такое хорошее, веселое и радостное. Благодать – это то, что нам дает Бог. Для чего? Для того, чтобы мы трудились. Правда? Можно ковырять перочинным ножом дерево. Но если мы получаем топор, для нас это благой дар. Потому что мы за две минуты можем срубить это дерево, которое, может быть, и еле ковыряли. Вы сами понимаете, зубной щеткой чистить пол, ну, разве что садисты в казарме заставят. Всякому делу нужен свой инструмент. И благодать – это тот замечательный инструмент от Бога, который позволяет нам делать это дело очень легко. Правда? Благодать – это швейная машинка, которая помогает нам быстро сшить. Или благодать – это то, что помогает нам жить легко и не нарушать закон. Правда? Не нарушать закон. То есть благодать – это благой дар, это нечто хорошее, которое дано нам какой-то целью. Не просто для того, чтобы мы сидели и блаженствовали, и кайфовали, что мы имеем большую благодать. Но для того, чтобы мы что-то делали. А делали мы что? Тору соблюдали. Другой вопрос – как соблюдать Тору? Соблюдать ли Тору на основании того, чего учили фарисеи? Правда? Или соблюдать Тору так, как она написана? Или та галаха, которую мы вывели из этой Торы? Там уже будем рассуждать. Но в данном случае это говорится о том, что есть нечто, которое поможет нам соблюдать закон Торы. И есть нечто, которое поможет нам избежать наказания. Правда? Но не потому, что если мы имеем благодать, мы можем делать, что хотим. Сам апостол Павел против таких людей предупреждал, что мы не должны так жить. Хорошо. Галатам 3.10.13 Искуплены от проклятия закона. Искуплены от проклятия закона. Есть такое место? Что же значит? Закон дает проклятие? В Торозаконе, например, проклят тот, кто не хранит и не исполняет всего того, что записано в швидке Торы. В Торозаконе 27.26. Проклят тот, кто не хранит и не исполняет того, чего записано в швидке Торы. Значит, если ты в чем-то малейшем нарушил, то ты проклят. Отсюда делается такой вывод. Раз мы не можем соблюсти малое, самый простой выход вообще ничего не соблюдать. А от проклятия отвязаться, сочкануть, сделать обходный маневр каким-то особым образом. И таким образом мы избавляемся от проклятия закона. Но мы говорили, что проклятие – это что? Помните, какое мы слово употребляли? Есть керит – проклятие, есть оружие. То есть, если мы не соблюдаем Тору, если мы не соблюдаем закон, на нас будут ополчаться всяческие неприятности. Согласны с этим? Потому что мы выходим из-под Божьего помиловения. Мы нарушаем Божью волю. Это выводит нас из-под Божьей благодати. И из-под Божьей благодати это нас совершенно точно выводит, если мы делаем это сознательно. О чем написано в послании к евреям. Правда? Если мы, получивши благодать, продолжаем сознательно грешить. А что значит грешить? Помните? Сознательно противится воле Божьей. А воля Божьей где написана? В Торе. В Торе, которое называют законом. То есть, мы совершенно должны понимать, что когда искуплены от проклятия закона, это показывает не то, что Иисус дает нам некое особое облегчение, благодаря которому мы можем ничего не делать. Наоборот, когда Ишуа пришел, вы знаете, он закон еще усилил. Раньше нельзя было блудодействовать. Но Ишуа сказал, что всякий, который смотрит на женщину, прелюбодействует. Нельзя было убивать. И Ишуа говорит, что всякий, кто говорит о брате своем злое, это все равно, что убийца. То есть, если в десяти заповедях, там сказано, кстати, не возжелай, а не стремись, а не стремись к тому, чтобы приобрести, да, вот, там, жену чужую и так далее, то тут уже возникает даже желание, наше пожелание, да, оно становится препятствием к исполнению Божьей воли. Но любовь к Богу позволяет нам это делать легко. Я имею в виду соблюдать Божьи законы, а не прелюбодействовать, естественно. Любовь к Богу позволяет нам легко соблюдать Божьи законы. И если даже мы нарушаем, то не страшно, потому что Ишуа, Мессия, он уже эти грехи взял на себя. Но не нужно на Ишуа, Мессия еще больше грехов накладывать по нашей вине, потому что когда наступит такой момент, когда мы станем врагами Бога. То есть это совершенно другое понятие, это совершенно другое понятие. Это опять-таки берется, раз искуплены от проклятия закона, значит закон это есть проклятие, да. Это совершенно другая вещь. Ну и раввины тоже говорят, что не всегда человек может соблюсти весь закон и все заповеди законы. Ну ты начни хотя бы с малого, начни соблюдать субботу, да. Начни вводить какие-то традиции, хорошие традиции я имею в виду. Помните, все испытывайте, хорошего держитесь, да. Божьи традиции вводить. Измените свою семейную жизнь, измените свою семейную обстановку. И вы действительно будете чувствовать, что вот эта взлетущая обстановка и это проклятие, они будут уходить. В домик, где живут по законам Торы, где муж и жена занимают свое положение. Вот, где муж это царь, да, и муж больше дает денег жене, чем для себя, а детям столько же, а себе меньше. Совершенно меньше будет ссор и меньше драк. И таким образом, вот это проклятие, в смысле угнетение, мы четко будем видеть, что меньше. Хорошо. И еще говорят, что Иисус, Он исполнил весь закон. Поэтому мы уже не должны выполнять это. Есть такое? Что вы можете по поводу этого сказать? Прежде всего, исполнил. Что такое исполнил, да? Есть такое понимание. Иисус исполнил, значит, выполнил. Он все сделал, да? Исполнил еще, может быть, как наполнение. Наполнение чем-то новым. Слово «гамар» или «гмор» я, к сожалению, греческого не сильно хорошо знаю, но я знаю еврейский смысл. Я думаю, что был евреем Ишуа и говорил своим ученикам. Это не значит закрыть вообще вопрос, да? А это наполнить, наполнить чем-то новым. Наполнить до краев. Выполнить, исполнить. И это не значит, что Иисус выполнил все законы, и поэтому мы не должны этого делать. Представим себе человека, который соблюл весь Уголовный кодекс Украины. Что же, остальные люди не должны этот Уголовный кодекс соблюдать. Даже Остап Бендер говорил, я чту Уголовный кодекс. Правда? Да он был, кстати, мошенником. Это, значит, не причина для того, чтобы всем остальным. Это аж абсурд. Иисус выполнил все законы. Ну, выполнил – хорошо. Я вам скажу, что 613 заповедей Иисус не выполнил. Для вас это новость? Да? Он не выполнил 613 заповедей. Я знаю абсолютно точно одну заповедь, которую он не выполнил. Если человек будет разводиться со своей женой, он должен дать ей гет. Так как Иисус не был женат, то и гет он никому этого разводного письма не давал. Согласны? Ну, и были там еще, может быть, какие-то заповеди. То есть, опять-таки, выполнить все 613 заповедей невозможно, потому что это абсурд. Хорошо. И Ишуа это не делал. Он выполнял заповеди, потому что служил своему отцу. Потому что есть отец, который дал эти заповеди народу своему. И он показал, что все эти заповеди могут быть выполнены. Правда? И он наполнил эти заповеди новым, чем-то новым, замечательным. И закон духовен. И закон духовен. Он не плотской закон. Можно духовный закон выполнять по плоти. Но это будет очень тяжело. И говорят, что Тора, новый договор, она отрицает старый договор. Помните, мы говорили, что все эти договоры происходили, нарушение договора только по одной причине. Бог был верен. Люди были неверны. Правда? Поэтому нужен был новый закон и новый договор. Но Бог никогда не противоречит самому себе. И нет ничего в новом договоре, что исключало бы старый. Просто новый договор дает нам возможность спасения того, кого, который не давал старый договор. Но старый договор давал возможность спасения? Безусловно давал. Потому что если человек согрешал, он приходил в храм, и он приносил жертву. И я абсолютно точно верю, что после этого человек выходил так же очищенный, как если мы приходим перед Иисусом Христом и приносим его наши грехи. Но вся беда в том, что после разрушения храма, а видно даже, что после того, как Ишуа умер, помните, еще 40 лет стоял храм, но ленточка красная переставала белеть. То есть грехи эти уже не покрывались. Почему? Потому что есть новый. Новый завет, новый завет крови Ишуа. И тогда этот старый завет просто не мог. Не мог выполнить то, чего делал новый. Но когда Ишуа еще не умер, абсолютно точно я уверен был, что человек, принесший жертву за грех, либо я тогда не верю Тори, он уходил совершенно очищенный от грехов. Но Ишуа принес более совершенную жертву, потому что та жертва была прообразом. И это новый завет, новый завет крови Ишуа. И еще только несколько, там может быть один или два раз говорил, новую заповедь даю вам. Это, кстати, попадется одному из вас на тесте. Любите друг друга, да? Любите друг друга. Но это новая заповедь или старая? Чем эта новая заповедь отключается от старая? Старая заповедь написана как? Самого себя, да? А он любит друг друга, как я возлюбил вас. Какая прекрасная, замечательная заповедь. Ну, и еще вы посмотрите, там, Иоанна, Петра, по-моему, есть. Говорится о том, что новые заповеди дают. Но эти новые заповеди, они что? Они исходят из старых заповедей. Вы знаете, нельзя любить другого, если ты не любишь самого себя. Поэтому возлюбить другого, как самого себя, безусловно, подразумевает, что возлюби себя. И возлюбить другого, как тебя возлюбил Иисус, прежде всего подразумевает, возлюби себя. Как тебя возлюбил Иисус. Любить себя – это неплохо. Плохо любить только себя. Потому что Геляль говорил, ну, если я только за себя, то что я? Подумайте над этим. Любите ли вы самих себя, как Иисус полюбил вас? И тогда только вы сможете выполнить заповедь, да? Любить ближнего, как Иисус полюбил нас. Хорошо. Теперь вопрос. Сколько заповедей соблюдать и как их соблюдать? Сколько заповедей у мусульманина? Заповедей. Пять, да? Совершать намаз, паломничество веку, символ веры, давать знаку, тоже, как мы говорим, и поститься. Пять заповедей. Согласно еврейской традиции. Сколько заповедей должен соблюдать нееврей, чтобы быть в Царстве Божьем? Да? Семь заповедей Ноаха. И еврей должен соблюдать 613 заповедей. Хорошо. Я имеющее у нас есть? По терминологии. Когда мы говорим слово заповедь, опять-таки, то, что мы говорим, то и получаем. Если мы говорим о супружестве, что это брак, то нечто бракованное и имеем. Правда? У нас заповедь. Как умру, то поховайте меня на краине и так далее. Вот заповедь Шевченко. Шевченко. Хорошо. Но это не то. Бог, он не умер. Чтобы завещать нас после своей смерти. Заповедать. Слово заповедь происходит, это митсва. На иврите митсва происходит от корня цав. А цав означает приказ. Отсюда цава, армия. Армия – место, где предполняют приказы. Поэтому митсва – это не заповедь, как завещание или заповедь. Но митсва – это Божий приказ. Что будет солдатом, если он начнет обсуждать приказы генерала? Под трибунал попасть может, правда? Но Божьи заповеди мы часто обсуждаем и размышляем, а стоит ли нам это делать, а не стоит нам это делать. Если приказано, значит, да. Приказано – любите друг друга, значит, любите. Приказано – радуйтесь, значит, радуйтесь. И все. И точка. И вот в традиционном иудаизме утверждается, что Бог придает большое значение поступкам людей. Больше значения, чем в вере. Хотя некоторые деноминации, например, хасиды, они давно поняли, что заповеди выполнить невозможно, и они обращают свой взор к Спасителю, Цадику, грядущему в Мессии. Это особая личность. Цадик. С одной стороны, Цадик – это, может быть, лидер религиозной общины хасидской, с другой стороны, это особый Цадик, А-Цадик, который обладает божественными свойствами. И тогда человек, соблюдающий заповедь, тоже будет получать звание праведника Цадика. Существует этот мир, Алам-Хазе и Алам-Хаба. Соблюдающий все заповеди, получает звание праведника Цадика и место в грядущем мире. Место в Алам-Хаба. Ну, то, что мы говорим в раю, да? Ну, это не совсем правильно, потому что будет грядущий мир. Новое небо и новая земля. Правда? Это не просто рай, где ангелы с крылышками летают, мы там будем на гитарах брюнчать. Кстати, в оригинале, знаете, что там употреблено слово, которое с ивритом переводится как «гитара». Будут играть на кефарах, греческое слово, кефара, китара или гитара. Поэтому мы там на гитарах будем играть. Но это хорошо, это говорится о празднике Агнца. Но начнется новое небо и новая земля. Мы будем там жить полноценной жизнью. И что там будет, я не знаю. Но греха там не будет. Но я думаю, что работать и там придется. Только работа там будет не наказанием, а радостью. Правда? Хорошо. Итак, Аллам Габа. Это грядущий мир. Есть такой анекдот для разрядки, я вам расскажу. Встречается Равин и встречается священник. И священник говорит, ну, видел я ваш жидовский рай. Ну, там, во сне или в видении. Ну, и как там? Так, говорит, жрязь, шум кругом полно евреев. Говорит, а я видел тоже. Ваш, православный, ваш христианский рай. Говорит. А там хорошо. О, тихо, музыка играет. И не дыши. Хорошо. В будущем мире, я думаю, что не будет просто только развлечения. Будет и работа, будет и полноценная, и чудесная жизнь. Итак, Аллам Габа. И Аллам Габа, чтобы сделать доступ к Аллам Габа, нужно соблюдать заповеди. Ортодоксальному еврею 613, не еврею 7 заповедей. Но скажите, нужно ли соблюдать эти заповеди христианам? Нужно ли соблюдать заповеди христианам? Некоторые говорят, что не нужно. Давайте посмотрим. Есть такое послание Иакова. Оно к кому относится? К ортодоксальным евреям? Оно к христианским евреям, верующим в Ишу. И там сказаны интересные вещи. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делайте. И перед законом становитесь преступниками. Кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится в одном во всем. Ибо тот же, кто сказал не прелюбодейской, сказал и не убей. Посему, если ты прелюбодействуешь, то убьешь, ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющий быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто-то говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Это идется дискуссия с теми людьми, которые говорят, что мне достаточно возлюбить один царский закон. Люби ближнего твоего, как самого себя, да? Он говорит, что хорошо вы делаете, если так поступаете. Но если вы, говоря это все на словах, в действительности не соблюдаете Божьи законы, то ничего хорошего этого не будет. Если ты прелюбодействуешь, если ты убиваешь, если ты поступаешь, то все равно преступник закона. И что пользы, братья мои, если кто-то говорит, что имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Кажется, так противоречит этому, что писал апостол Павел, правда? Но в действительности это не так. Потому что вера проявляется в наших делах, правда? Вера проявляется в наших делах. И если я имею веру, а дел не имею, то либо наша вера мертва, либо мы просто притворяемся. Вера без дел мертва. Если брат или сестра в ноги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. Так и вера, если не имеет дел мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне твою веру без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник, Иакова, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. И исполнил слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это уменилась ему праведность. И он наречен другом Божьим. Очень интересное место. Казалось бы, веровал Авраам, и апостол Павел об этом пишет, и это уменилась ему праведность. Веровал, стал праведным. Делал, не делал, да? А вы знаете, когда это было сказано? После Духа Бога он стал. Когда, помните, он принес сыр, жертву своего. И тогда сказал, что теперь Господь говорит, я знаю, что ты совершенен стал. Раньше у тебя, да? Только любовь к Богу. Но я знаю теперь, что ты боишься Господа. И тогда были даны чудесные вот эти бетования, которые и к церкви относятся, что ворота врагов в русской Библии сказано крепости врагов, и города врагов ты одолеешь. То есть церковь одолеет ворота ада. И когда это было сказано? Когда вера достигла совершенства. А вера Авраама достигла совершенства, когда он сына своего не пожалел ради нас. А не просто веровал Авраам, ну веровал, 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 и все. И это вменилось в его праведность. Вы сами понимаете. Это для вас не будет каким-то особым откровением. Согласны? То есть вера Авраама появилась в его делах. И он так верил, что Бог воскресит его сына из мертвых. Об этом сказано тоже в Новом Завете, когда он шел приносить своего сына в жертву. Видите, что человек оправдается делами, а не верой только. Подобно и рога блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядаты и отпустив их другим путем. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Кажется, что Яков спорит в этом отношении с христианами. Христианами такого харизматического мнения, которые считают, что дел не надо совершать. Вот по этой причине Мартин Лютер, который писал, превыше всего запомните, что я вам сказал, только вера одна, а не добрые дела, оправдывает, освобождает и спасает. Мартин Лютер считал это послание Соломиным и не включал в Новый Завет. Видите, как интересно. Односторонное мышление. Но мы не плоские люди, живущие в одном измерении. Для нас, может быть, в один момент правильно одно, в другой момент правильно другое. В одном кармане вера, в другом дела, да? В одном кармане написано, я царь и бог, и для меня создан мир, а в другом написано, я прах и пепел. И надо вынимать иногда одно, а иногда другое из этого кармана, и смотреть, и поступать так, как говорит Господь. От Луки, 18 глава, 20 стих. Один человек обратился к Ишуа и спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И что он ему сказал? Брось все и веруй в меня. Это он сказал. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матери твою. А он спрашивает, что же тогда делать? Я и так это делаю, но я хочу быть совершенным. Но если хочешь быть совершенным, раздай имущество бедным. И это опять не говорит, что каждый из нас должен раздать все свое имущество, ходить голым нищим, да? А говорит о том, что если ты хочешь быть совершенным, найди в себе тот грех, который тебе мешает. В данном случае для этого человека была алчность. И он подумал, подумал, и не стал следовать за Ишуа. То есть он тоже себя цену, как говорится, знал и определил свою позицию, свой взгляд. От Иоанна 14 глава 15 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Это что, какие-то заповеди отличные от заповеди отца? Если мы верим, это действительно так, что отец и сын – это одно, то заповеди сына – это и есть заповеди отца. Только мы говорили, когда говорит Иисус, что я даю вам новую заповедь, действительность – это было усиление старой заповеди, но не отмена ее. Дальше, от Иоанна 14, 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Итак, если мы не соблюдаем заповеди Божьи, что мы что? Не любим Бога. И больше, и не меньше. А как же мы узнаем, что любим Его и что познали Его? 1 Иоанна 2, 3. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. 1 Иоанна 3, 24. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, а Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». 1 Иоанна 5, 2, 3. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога, и что делаем? И соблюдаем заповеди Его». Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Чудесно написано. Это Ветхий Завет или это Новый Завет? Как вы думаете, существовали какие-то особые, придуманные заповеди, которые должны были соблюдать евреи и христиане, отличные от тех заповедей, которые должны были соблюдать евреи и не христиане? Нет. Только причина другая. Причина соблюдения заповедей – это и Бог, и Шо, и Мессия. И Он имеет высшее священство. Высшее священство. Особое священство, как говорят, по чину Милхиседека. Хорошо. Теперь мотив. Зачем это делать? Какой же мотив? Одни говорят, мы должны соблюдать заповеди Божьи, чтобы спастись. Другие говорят, что мы должны соблюдать заповеди Божьи, потому что Он нам приказал это. Да? И есть три степени в иудаизме. Взаимоотношения человека с Богом. Это, запишите, это не христианство, это иудаизм, но оно же относится к христианству. Первое отношение царя и подчиненного. Или раба и хозяина. Правда? Мы рабы Божьи. Но мы не только рабы Божьи. Если хозяин приказывает, он обязан объяснять рабу, зачем это нужно. Почему? А не хочу и не буду объяснять. Вот я говорю, эту лампочку, вот и перевес на это место. Все. Он может объяснять, но он не обязан это делать. А раб обязан точно соблюдать и не спрашивать, а зачем это нужно? А может быть, с той стороны свет все-таки полезнее? И вообще, как я это буду делать? Давайте отложим на завтра. И рассуждает. Или он получит костылей на свою голову, или он это сделает. Беззаговорочно. Другого пути у него нет. И от отношения хозяина и раба. В таких отношениях, когда боятся наказания, не будешь выполнять заповеди Божьи, попадешь в ад. Ну, пойдешь в ад. Со всеми вытекающими издут последствиями. Многие динаминации находятся и христианские, и не христианские под этим положением. Ну, например, весь ислам. Согласны? Или многие христианские организации. Я бедный, я бедный, несчастный, грешник. Вот я такой несчастный, вот мне надо делать, потому что я в ад попаду. Да? Второе отношение отца и сына. Да? Вот здесь, да. Вот здесь отец объясняет сыну, почему нужно сделать то или другое. Да? Вот. Отношение отца к сыну. И уже сын, с одной стороны, конечно, он боится наказания отца, но с другой стороны, он любит отца. И он послушен отцу. Но, все-таки скажите, кто в этом главе? Идея. Отец. И если сын что-то будет говорить, он просто в любой момент может прервать, да, и послать его, к примеру, коридор. немножко проветриться. Это как учитель, да, тоже. Если вы мне не нравитесь, я вам могу соответствующе сделать наказание. И все. Ваше мнение, оно учитывается, но до определенного предела. И третий принцип это отношение мужа и жены. И вы помните, этот принцип изложен в Новом Завете, что так любит Господь свою церковь, да, как любит свою жену. И что жене Господь муж, да, мужу Господь Христос, а Христу Бог. Мы уже это место разбирали, что это не отрицает Божественность Ишио Мессия. Здесь говорится просто об отношениях подчиненности. Хорошо. Это, видите, прекрасный принцип. Жена и муж, они не только понимают друг друга, они вместе делают общее дело. Они созидают семью. Они находятся в единстве. В духовном, физическом единстве, правда? Все аспекты духовные, душевные, физические, все это пропитаны любовью. И все это позволяет действительно жене, если она по-настоящему любит мужа, беспрекословно выполнять. А муж никогда не позволит себе что-либо, что обидит, оскорбит или унизит его жену. Вот это высшие отношения, правда? И это высшие отношения и высший мотив выполнения заповедей. На каком мы уровне находимся? Очень плохо и очень жалко, что у нас не изучается песнь песен. Вот ответом на один из вопросов этого теста, я вам раздам, референсы надо будет искать именно в песне песней. Если вы найдете, блаженны вы будете. Хорошо. То есть это особый вид, да, и особый вид ответственности. Мы, каждый из нас ответственны друг за друга. И каждый из нас ответственны за весь мир. Мы плоть Мессии, мы его тело, мы храм Божий. И если, вы знаете, этот храм Божий, если церковь будет обрана с земли, я говорю о церкви в большом смысле, и о мессианской синагоге тоже, да, то человечество будет разрушено. Потому что мы делаем то, чем не учат христиане. Тикун алям исправление этого мира. Большинство христианских теологов считает, что этот мир будет разрушен. А раз будет разрушен, значит, надо выйти, отсоединиться, либо уйти в монастырь, либо создать какую-то такую группу свою изолированную особо освещаемых и очищенных людей. Правда? Но пока мы на этом свете, мы ответственны за все человечество. Да, мы ответственны и за политику нашего государства. Да, мы ответственны, каждый из нас, за наш город, за наш дом. Я всегда молюсь за наш дом в целом, чтобы в этом доме не было никогда никаких преступлений. И я стараюсь, чтобы этот дом был чистым, чтобы не высорить на лестничных клетках. Правда? Я молюсь за это. Я делаю, я убираю, я стараюсь, я стремлюсь. И на каждом месте мы должны приходить, и когда мы уходим с этого места, не должен оставаться мусор, ссор и грязь, а должно место становиться чище и лучше, когда мы от него уходим. и это называется тикун алям. Как в физическом, так и в духовном смысле становиться чище и лучше. Поэтому мы можем участвовать и в культурной жизни, и просто обязаны, и в политической жизни обязаны, но мы не должны участвовать, вот это участие в политике превращать в цель нашей жизни. Но и отходить от нее тоже мы не можем. Хорошо. Что же делать? Какие заповеди соблюдать? Для того, чтобы соблюдать заповеди, надо понимать, что заповеди являются конкретным выражением договоров. Договору или, как мы говорим, завету. Слово завет и договор да, брит. Вот, например, Советский Союз это был брит а муацот, а Соединенные Штаты Америки это арцот а брит. Страны Завета, да? Очень красиво звучит это. То есть Заветы это договоры. Это договоры могут быть политического, экономического характера, либо такие долговременные духовные договоры, либо, например, как усыновление. Правда? Это тоже договор. Самый величайший и самый сильный завет, ну, из таких, которые происходят в нашей земной жизни, это какой завет? Завет мужа и жены. Поэтому Бог сравнивает свои заветы с заветом мужа и жены. При этом Бог муж, правда? А мы жена, даже если мы мужчины. Это не говорится о каком-то плохом смысле. Итак, сколько было заветов? Правда? Всякий завет сопровождался определенными заповедями, то есть условиями завета. Первый завет это завет с Адамом. Сколько дал Бог Адаму заповедей? Неправильно. Так, еще. И третье? Так, значит, Бог дал три заповеди, да? Заповеди они могут делиться на предписывающие и запрещающие. Предписывающие означает делай. Запрещающие что говорят? Не делай. Хорошо, первая заповедь. Вы согласны, что все заповеди, которые относятся к Адаму, они относятся ко всему человечеству? Абсолютно. Первая заповедь плодитесь и размножайтесь. Плодитесь и размножайтесь. Хорошая заповедь. Что значит размножайтесь? Значит, вас должно будет становиться больше, да? вас, ваших детей, внуков, правнуков. Хорошо, а что значит плодитесь? Будьте плодотворными, да? Чтобы ваша жизнь имела плоды. Хорошо, на евреите это звучит пру-у-ру, почти по-украински. Пру-у-ру. Пру. Плодитесь при... Помните, плоды земли? Рав значит размножаться, увеличиваться. Хорошо. Кстати, по еврейской традиции сколько мы детей обязаны иметь, чтобы выполнить эту заповедь? Сколько Бог даст? Ну, у евреев все подсчитано, сосчитано. У евреев все кибернетики, да? Да. Есть определенные тоже нормы. Вы понимаете, хорошо, когда Бог дает детей, да? И это дети действительно благодать Божия и милость Божия, но дети иногда могут служить и доказанием, в зависимости от того, как мы к этому относимся, правда? Во-первых, человек обязан иметь детей, потому что это Божья заповедь. Бывают отдельные случаи, когда Ишуа говорил насчет скопцов, это тоже будет у вас на тесте, я вам уже половину вопросов даю. Говорится не о физическом оскоплении, правда? о тех людях, которые посвятили свою жизнь служению и посвятили свою жизнь Торы. И хотя эти люди не оставляют потомство, но они оставляют учеников и служат Богу. Но это все-таки исключительный случай, особый. Павел, конечно, говорил, хорошо бы, конечно, чтобы так было, но лучше, если вы будете жениться и будете иметь детей и так далее. Хорошо, мы должны плодиться и размножаться. Вот есть две школы, Гелеля и Шамая. Какая самая строгая школа? Шамая. Гелеля она всегда более мягкая. Вот у Гелеля, согласно Гелелю, ты должен иметь хотя бы сына и дочь, хотя бы, ну, больше можно, да, минимум. Минимум, ты уже выполнил эту заповедь. А Шамай говорит, что нужно иметь два сына. Если у тебя 50 дочерей, ну, для примера, но нет ни одного сына, ты все равно не выполнил заповеди. Вот так. Круто. Но Шамай только мальчиков считал. Вот у моего сына, значит, это у меня две внучки и внук. Значит, две дочери у него и сын. И вот по Гелелю он уже выполнил заповедь. А по Шамаю надо еще одного сына иметь. Ну, вы сами понимаете, что это все условно. Я сейчас не говорю о противозачаточных средствах и других, это будет отдельная тема для разговора. Но я вам скажу, что служение наше должно быть разумным и количество детей в семье это тоже должно быть разумно. Но если мы имеем меньше двух детей, вы сами понимаете, отец и мать, а имеют одного ребенка, это уже плохо, потому что они уже не оплодятся, а уменьшаются в своем количестве. хорошо. Вторая заповедь это владычествовать над всем миром. Это не значит пользоваться от этого мира и брать от него все своими руками, как у нас учили, правда? Это значит разумно, разумно, разумно владычествовать над этим миром, быть хозяевами, быть разумными хозяинами. Разумный хозяин свой дом благоустраивает, а не разрушает. К сожалению, люди до сих пор не научились выполнять эту заповедь. Третья заповедь была связана с конкретно вещью, которая послужила пробным камнем. Согрешит ли человек или не согрешит? К сожалению, эту заповедь человек не выполнил. После того, что был мир разрушен, Ной, помните, был спасен, и он уже олицетворял собой все оставшееся человечество. И согласно еврейской традиции сколько было заповедей Ной дало? Семь заповедей. Вавилонский Талмуд Тактат Санхедрин 56а указывает, что было дано семь заповедей шева митсвот мней ноах всем заповедей сыновей ноя. Кто такие сыновья ноя? Все потомки ноя, да? Мней имеется ввиду не только сыновья, а внуки, правнуки, а также внучки, правнучки, все, которые произошли от ноя. первое не отрицать Бога то есть запрещение язычества записывайте это очень важно первая заповедь не отрицать Бога это запрещение язычества ну к этой заповеди также относится что не служить идолам потому что если мы служим идолам если мы идолопоклонники то мы тем самым имя Бога отрицаем второе не проклинать Бога не проклинать Бога то есть относиться к Богу в почтении произносить его имя с уважением если мы произносим имя Божье не с уважением то что мы попадаем под эту статью закона вот по этой причине даже слово Бог еврейская традиция сокращает Б черточка Т когда все равно три знака надо ставить для того чтобы Божье имя не было где-то оказалось в туалете знаете я очень часто видел брошюры которые раздают христиане которые оказываются в туалете или газеты даже просят еврейские газеты сдавать обратно произносить в синагогу потому что на ней написано на них написано имя Божье это большое уважение к имени Божьему и так вторая статья это не проклинать Бога третья статья не убивать что значит не убивать не совершать преступление убийства вы помните говорят не убей а в действительности лотерца лотерца это не совершай преступление убийства то есть убийство может быть не преступлением а были случаи когда Бог предписывал и говорил идите и убивайте никого не оставляйте в живых являлось ли это преступлением то есть есть преступление убийство не совершать преступление убийство следующее это что четвертый у нас заповедь не вступать в запрещенные сексуальные отношения сексуальные отношения могут относиться к прелюбодеянию или к разврату да прелюбодеяние это что когда мы с чужой женой или с чужим мужем имеем да отношения либо любые отношения вне брака а второй тип отношений это тип запрещенный например с матерью с мачехой с чужой женой это с сестрой там и так далее а также гомосексуализм скатоложество все те вещи которые конкретно указаны в Торе хорошо еще у нас пять минут да следующая заповедь не красть не красть да пятая заповедь не красть видите это относится только к евреям ко всему миру следующее не есть живое с его душой не с и живого и с его душой но в Торе так сказано да и поэтому эту заповедь трактует двояко одни говорят не есть живого не убив его ну вот к примеру некоторые люди едят устриц я говорю не о том что устрица не кошерная можно не еврея чувствуется можно но некоторые открывают раковину говорят она при этом там пищит а человек глотает да нельзя так вы нарушаете заповедь седовей ноя нельзя есть от неубитого ну как говорят шутка такая вот пришел кум я свиньи ногу отрезал поел а свинья еще бегает другие говорят не есть с душой означает не есть с кровью потому что душа у животных да которая говорится не есть живое с душой его и это может быть бояка не есть от живого животного и второе не есть с душой означает не есть с кровью потому что в Торе четко написано что душа животного в крови то есть не есть с кровью и это очень важная заповедь, которая действительно не только для евреев, но и для кого? Для всего мира. Ну, некоторые есть неразумные последователи. Например, свидетели Иеговы говорят, что даже нельзя делать переливание крови. Правильно это или нет? Вы помните принцип, что любая заповедь для здоровья человека может быть отменена. Тем более о переливании крови ничего не говорится, а говорится только о приеме пищи. Но даже если предписывают какие-то препараты крови, ну, как, например, гематоген и так далее, с лекарственной целью принимать, то принимать нужно. Потому что это для здоровья человека. Но кровяная колбаса, она, естественно, не годится в пищу как еврею, так и язычнику. Правда? Кстати, тараканов можно сыновное есть? Можно. Можно. Тараканы – целая ценная белковая пища. Но как-то тараканы являются переносчиками инфекции, я вам не рекомендую это делать, кроме случаев спасения жизни. Да, то же самое относятся собачатине и других животных, которые являются плотоядными. Потому что они чаще, это животные, являются переносчиками каких-либо инфекций. И еще, когда я говорю относительно «не убивай», это относится не только к убийству человека, но и к убийству плода. Потому что с точки зрения Торы и с точки зрения человека, я считаю, вообще нормального, верующего, и как христианина, так и не христианина, рождается человек во время зачатия. Правда? Это он проявляется уже на этот мир. Но доказано, что ребенок может слышать, и ребенок может воспринимать многие вещи от матери и от отца, как хорошие, так и плохие. И все внутриутробном состоянии. То есть, аборт – это то же самое, абсолютно то же самое убийство, что и убийство человека. Почему-то мать, которая душит своего ребенка в колыбели, она считается монстром. Мать, которая убивает плод, не монстр. Ну, к сожалению, такова традиция некоторых обществ. Ну, естественно, аборт может быть только по жизненным показаниям, если есть угроза для матери. Если есть угроза для матери. Безусловно. В любых других случаях это является убийством. И последняя заповедь. Это предписывающая заповедь. Она прямо в Торе не указана, но ее раввины вывели и правильно поставили. Это устроенный вид суды для наблюдения за выполнением остальных шести заповедей. Теперь давайте посмотрим, нужно ли христианину соблюдать эти заповеди. Евреям еще больше ответственность, правда? Но не евреи мы благодать имеем или не имеем благодать. Но, к сожалению, или к счастью, 15 глава Деяния апостола, 28-29 стих говорит так, «Ибо угодно Духу Святому, и нам не возлагать на вас никакого бремени более». Это кому возлагать на вас? Это кому обращается, к евреям или не евреям? А это обращается к не евреям. Там не шла речь, должны ли евреи соблюдать все заповеди. Это подразумевалось автоматически. Речь шла, должны ли не евреи соблюдать те заповеди, которые не относятся к всеми заповедям Ноя. И оказывается, что не евреи должны все заповеди Ноя так же самое соблюдать. Кроме всего, необходимо воздержаться воздержаться от идола жертвенного, это первая заповедь. От крови это может относиться и к третьей, и к шестой заповеди. Третья стаповедь это не убивать. Когда говорят воздержаться от крови, это может быть не убивать, не проливать кровь человека. И удавленены, это точно относится к шестой заповеди, то есть не есть кровью, потому что, когда животное давит, что получается? Кровь остается внутри. И более того, когда возникает напряжение дыхания, кровь как бы пропитывает мышцы, потому что мелкие капилляры лопаются. Блуда это четвертая заповедь, не делать ничего другим, того, чего себе не хотите. Это принцип Гиллери. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Ну, насчет судов здесь не сказано, и насчет чего не сказано? Вторая заповедь, не проклинать Бога. Но я думаю, христианину такая заповедь не придет в голову. Правда? Теперь относительно заповедей. Следующий, это завет обрезания. Брит мила. Брит мила. Мила это слово. Брит завет слова. Отсюда инструмент, который делается обрезание. Как называется? Бритва. И обрезание делают на восьмой день, что проявляется в известной пословице. Семь раз отмерь, один раз отрежь. И этот завет был заключен с Авраамом, а через Авраама и с потолкой Авраама. Поэтому арабы тоже обрезаются. Только не на восьмой день. В те времена, а вы знаете, что обрезались для чего? Священники и цари еще обрезались. Для того, чтобы показать, что они имеют особое отношение к власти. А так как царственное священство, да, то, естественно, народ Израиля тоже обрезался. Но Новый Завет говорит, что этот завет не обязательно для неевреев. Но для евреев, я скажу так, желательно, очень желательно. Потому что, если человек еврей, если он относится к еврейству, вы помните, апостол Павел не хотел обрезать Тита. Но когда речь шла обрезание Тимофея, что он сделал? Обрезал ее, да? Если ты еврей и начинаешь проповедовать евреям, они говорят, ты соблюдаешь заповеди кашрут, ты ешь свинину? Я однажды часто сказал, что ем. А какой же ты еврей, мне говорят. Потом поздоровался меньше есть свинину. Скажу, что абсолютно не ем. Но по возможности стараюсь этого не делать. Трудно иногда бывает перестроиться, в особенности в нашем обществе, тем более соблюдать глубокий такой кашрут, это значит вообще отказаться от мясной пищи. потому что у нас нет ни одной кошарной курицы с точки зрения если покупаете на базаре. Хотя в общем-то курятина кошарная. И так далее. Значит речь не об этом идет. Ну а в отношении заповедей обрезания я думаю, что для евреев это заповедь желательно. Ну в крайнем случае если не еврей, если еврей не обрезается, он перестанет быть евреем? Нет. Нет. Авраам обрезался когда ему сколько лет было? 100 лет ему было, да? А Бог с ним начал говорить еще когда ему было 60 лет. Так что он 40 лет ходил с Богом и не было обрезано. Правда? Ну желательно. Следующий завет это завет Моисея. Моисея это прежде всего 10 заповедей, которые были даны на горе Синай. А все остальные 613 заповедей это что? А это есть пояснение, это есть расширение, это есть комментарии, да? К этим 10 заповедям. То есть 10 заповедей. И смотрите, христиане добровольно на себя берут эти 10 заповедей за исключением одной субботы, да? Но это чисто в историческом плане. Я верю, что наступит в то время, когда христиане тоже будут праздновать субботу. Потому что это по-библейски, это хорошо, и Ишуа никогда субботу не отменял. И если бы он говорил, что нужно перенести день на воскресенье, то мы бы об этом точно знали бы из Евангелия. Правда? Хорошо. Да. Дальше заповеди, видите, делятся на какие? На предписывающие и запрещающие, да? Предписывающие, они относятся делой, делой, а запрещающие ло, не делая, не делая, не делая. Поэтому, говорят, есть такой медраж, это опять-таки медраж, что, когда принес Моисей, помните, первоначально были заповеди на драгоценных камнях, на Сапфелии. И он разбил эти скрижали. И говорит, богатые люди хватали большие куски. она их написала укради, прелюбодействуй, пожелай. А бедные люди хватали маленькие кусочки. А там ло, ло, ло. Не, не, не. Поэтому, говорят, что бедным людям ничего нельзя делать, да? Богатые все, что хотят, то и делают. Но это такой медраж. Еще есть заповеди, можно разделить на заповеди, относящиеся к Богу и человеку, значит, отношения между Богом и человеком, и заповеди отношения между человеком и человеком. Даже если возьмем 10 заповедей, какие заповеди больше? Больше между отношениями человека с человеком, да? Человека с Богом только первые 4 заповеди. А другие остальные 6 заповедей это отношения человека с человеком. Кроме того, есть заповеди, обязательные для всех людей. Если мы возьмем 613 заповедей. Они обязательны для всех людей. Есть заповеди, которые могут быть ситуационные. Например, та же заповедь, человек должен, если разводится с женой, дать ей гет. Это не относится к женщинам, это относится к мужчинам, и это относится к определенному роду мужчинам, только в определенной ситуации. Есть заповеди, которые относятся к левитам, например, и к агенам. Мы их соблюдаем? Во-первых, они связаны с храмом. Но некоторые элементы этих заповедей мы можем соблюдать. Например, предписано левитам и к агенам мыть перед осуществлением служения руки. Хорошо мы делаем, если мы благословяем Барухата Адонайла Гейну, Байле Галям, который, что осветил нас своими заповедями, заповедовал нам омывать руки. Хотя всем евреям не заповедовано мыть руки. Но мы царственное священство, и мы моем руки, и мы благословляем Господа. Ну, хотя это не обязательная заповедь, конечно. Или одеваться в чистые одежды. Так? Или связанное с хлебом-прилавлением в субботу. Или с другим зажиганием субботных свечей. Чтобы вы поняли, почему идет такой спор. Должны ли мессианские евреи говорить, что осветил нас своими заповедями и заповедовал нам, да? Если строго по Тору всем евреям, Бог не заповедовал. Заповедовал священникам. Но так как мы верующие, тем более верующие в Ешуа, мы священники в своем доме, то я считаю, что есть основания для того, чтобы говорить, что Бог заповедовал нам это делать. Есть заповеди, касающиеся храмового служения и ритуальной чистоты в храме. Правда? Да. Есть ритуальная чистота, допустим, в семье. Ну, связанная с женщиной во время менструации. Таких женщин в храм не допускали. Но хорошо, если мы будем соблюдать гигиеническую целью? Я думаю, что очень хорошо, да? Это не связано только с храмом. Но были вещи, которые связаны конкретно и только с храмовым служением. Были заповеди, которые касались только когенов или левитов, которые приносили храмовое служение. И таких заповедей, хотя некоторые, может быть, говорят ортодоксальные евреи, что мы соблюдаем все заповеди, и, может быть, это у вас будет на тесте, у кого-то попадется такой вопрос, то это ложь. Ни один еврей после разрушения храма не может соблюдать 613 заповедей. Ни один еврей. Будем делать так примерно. Посмотрим. Смотрите. 613 заповедей. Ну, я сейчас не считаю точно. Приблизительно 300 заповедей никто не может соблюсти. Ни еврей, ни нееврей. До тех пор, пока не будет восстановлен храм. Остается приблизительно около 300 заповедей. А теперь посмотрим. Заповеди, касающиеся Ноя, они входят в эти 613 заповедей? Безусловно. Потому что евреи, так же все потомки Ноя, как и все остальные. И вот оказывается, что 7 законов потомкова Ноя составляет 229 заповедей Торы. 229 заповедей Торы. Значит, 229 заповедей Торы должны соблюдать как евреи, так и неевреи. И я думаю, христиане, для них было бы тоже неплохо. Правда? Ну, например, касающиеся запрета идолопоклонства. 56 заповедей. 56 заповедей. Ну, вот, например, предписывающие. Вера в Бога. Вера в единство Бога. Любовь к Богу. Они относятся к христианам или их? Абсолютно относятся. К любому христианину, если он еврей или не еврей. Шмот 23.25. Служение Богу. Бемидбар 5.6.7. Исповедоваться в грехе от Бога. Абсолютно. Значит, 56 заповедей, да? Можете отметить, они относятся, прилепиться к Богу, относительно клятвы имени Бога, ходить Божьими путями, освящение имени Бога, также благословение после пищи и так далее. Хорошо? Хорошо? Да, 56 заповедей уже из этих 229. Правильно? Запрет богохульства. Это 77 заповедей. 77 заповедей. Интересно, что к этим заповедям относятся заповеди, также евреи относятся заповедь пожертвования бедным, возвращение залога бедному до захода солнца, вовремя выплачивать плату наемников, развивчить упавшего осла своего врага. Кажется, при чем тут запрет богохульства? Если мы это не делаем, мы хулим имя Божье. Если верующий не еврей, христианин задерживает плату наемнику, хулит он этим имя Божье? То есть, этим он нарушает закон не только по отношению к человеку, но и по отношению к Божьему. Потому что, если он обманет ближнего своего, или не возвращает долга и так далее, то он тем самым в окружающих мире показывает, какие живы верующие. Правда? Захоронение тела и так далее. Дальше. Относительно того, что нельзя нарушать, шавуас бетун, произнесенную клятву, не клясться по пустому, не сквернять имя Бога и так далее, не похищать человека, не притеснять вдову и сироту, не давать дурного совета, итого 77 заповедей. Всех я перечислять сейчас не буду. Третий пункт. Уважение жизни человека и запрет убийства. Здесь шесть заповедей. Не убивать человека. Заповедь. Оградить кровлю перилами при постройке дома. Почему? Потому что человек может погибнуть. Правда? Спасение подвергающейся опасности. Это Дворим 25 глава 12 стих. И так далее. Не оставаться спокойным, когда жизнь ближнего в опасности. Воикра. Или Левит 19 глава 16 стих. Итак, четвертое. Уважение к семье и запрет прелюбодеяния. 31 заповедь. Согласны, что все эти заповеди подходят? Все эти заповеди подходят как к евреям, так и неевреям. Итого 31 заповедь относительно запретов прелюбодеяния. Вот даже Дворим 22.19. Наказание, пустившего худую молву о своей жене. Шмот 22.16.17. Кто-то меня сегодня спрашивал. Закон об обольстившем дьявственницу. Есть определенные законы? Есть. Ну, а также те, которые запрещают отношения с близкими родственниками и так далее. Уважение к имуществу ближнего своего. Так, я говорил, что 31 заповедь относительно семье и запрета прелюбодеяния. 31 заповедь. Уважение к имуществу ближнего и запрет воровства. Это 19 заповедей. Вот даже наемный рабочий не должен заносить серб свой на жатву ближнего для своей выгоды. Необходимо обговорить с нанимателем. Или заповедь. Не держать у себя разные гири и меры. Очень многие христиане нарушают эти заповеди, когда торгуют на базаре. Ну, по крайней мере, те, которые считают себя христианами. Правда? Да. Шестая заповедь. Это относительно живого и относительно употребления в пищу крови. Да? То есть, это семь заповедей. Это семь заповедей. Причем к этой заповеди также относятся не рубить плодовые деревья во время осады. Хотя это вроде бы не относится, да? К животным. Но это уважение к живому. Вы знаете, что если во время осады или во время войны, нельзя разрушать виноградники, нельзя разрушать плодовые деревья. Даже если вы находитесь на вражеской территории. Хорошо. И седьмой закон. Итак, шестой закон. Семь заповедей. И седьмой закон. Назначение судей. Обязанность создать справедливую судебную систему. Это 33 заповеди. В частности, не принимать дары от ведущихся к тяжбу. То есть, что? Не делать взяток и не принимать их. Правда? Также в различных законах. Не брать выкупа за жизнь убийцы, совершившего преднамеренное убийство. Законы, как проводить суд. То есть, они действительно для евреев и для неевреев. Согласны? Итого 229. Сколько примерно остается? Остается приблизительно 70 заповедей сугубо еврейских. Ну, там не есть свинку. Потому что не евреи. Не обязаны выполнять эту заповедь. А дальше такие заповеди, которые касаются конкретно чего? Еврейских, например, праздников. Суккота, Шавота, Песах. Мацу не обязательно не евреям есть. Правда? Хотя было бы желательно. В память о Ишове. Ну, если вы едите на еврейскую Пасху Мацу, а на христианскую Пасху. А христиане специально так сделали, чтобы евреи могли зновненького покушать. То правильно делаете. И благословен Господь. Есть у нас еще время. Еще поговорим о заповедях, которые носят этический характер. О заповеди, которые носят этический характер. То есть, мы говорим, что заповеди – это этика, да? Отношение человека с человеком. И Ишов тем более не отменял эти заповеди. Смотрите. Если мы возьмем, хотя бы в этическом смысле, разберем Нагорную проповедь. То там ни к чему не содержится противоречащего тому, что написано в еврейских законах. Ну, например. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Это притча 29-23. Ишова говорит. Блаженный нищий духом, ибо есть их Царство Небесное. Матфея 5-3. Или возьмем, я не буду все читать подряд, я вам потом подарю. Вот у меня одна есть штука, я могу вам подарить. Арабий Гамлиель сказал. Всякому, кто миклостив с содранием, будет оказана милость с небес. Это Талмуд, трактаж Шаббат. Ишова говорит. Блаженный, милостивый, ибо они помилованы будут. Или, например. Арабий Абагу сказал. Всегда человек должен стараться быть среди преследуемых, нежели среди преследователей. Талмуд Бавакама. 93а. Ишова учит. Блаженный, и знанный за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженный вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески несправедливо злословить за правду. За меня. Талмуд. А вот. 5.14. Говорит. Не вспыльчивый и не злопамятный. Благочестив. Матфея. А там дар твой перед жертвенником. Пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Или известно то, что говорят, что это вот, мол, Ишуа придумал. А в еврейском законе этого нет. Тот, кто смотрит на женщину с нечистым намерением, он как уже имевший отношение с ней. Откуда это? Это Талмуд. Талмуд – трактат Кала, то есть невеста. Глава первая. А Ишуа говорит, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. То есть, что же самое, правда? Талмуд – Гитин. Гитин – трактат 90а. Школа Шамая говорила, мужчина не должен разводиться с женой, пока он не обнаружил ее виновной в непристойном грехе. Матфея 5.32 Я говорю, кто разведется с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Талмуд – Бава Меце. Рабий Гуда сказал, твое «да» – да будет истинным, и твое «нет» – да будет истинным. Ишуа что-то говорит, да будет ваше «да», «да», «нет», «нет». Матфея 5.37 Да. Плачь Еремии 3.30 Подставляет Ланиту свою, бьющим его. Матфея 5.39 Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Кстати, я, вы знаете, что, как объясняю это? Это не означает, что верующий, да, должен стоять и ждать, пока его изобьют. И не отвечать. Здесь, когда бьют для того, чтобы ударить, не бьют не по щеке, а в лицо, правда? Ударить по щеке – это что значит? Оскорбить человека. То есть, когда вас оскорбляют, не отвечая тем же. Но защищать свою жизнь и жизнь и достоинство своих ближних мы обязаны. В любом случае. Совершенно верно. Если он пришел тебя убить, убей его первым. И это правильно. Понимаете? Но это речь, когда идет об опасности для жизни, безусловно. А не по вопросам оскорбления, да. Хорошо. Я сейчас не буду все перечислять. Пусть это будет вот еще интересное место. Талмуд Бава Батра, 11а. После того, как царя Монбая, семья царя Монбая запретила ему раздавать все семейные ценности. Вот такой был добрый царь, который раздавал все свои семейные ценности. А семья его запретила. Он ответил. Мои предки собирали сокровища здесь внизу, а я собираю сокровища на небесах. Мои предки собирали в том месте, куда может дотянуться рука любого человека, но я собрал их вместе, которые ни один человек не может достать. Ну, и вы знаете, известно. Не собирайте сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, не истребляют, и воры не крадут. Хорошо. Теперь еще у нас есть несколько минут, и мы должны поговорить о Господних праздниках. Соблюдение праздников Господних. Вы помните, есть праздники Господни, и есть праздники, которые относятся к исторической жизни еврейского народа. И сколько Господних праздников? Семь. Самый главный, какой из них? Шаббат, да? И по поводу субботы тоже много идут споров. Вот, например, так писали в 364 году н.э. Христиане не должны иудействовать и бездельничать по субботам, шаббатам, но в этот день должны работать. Почитать же они должны день Господень, воскресенье. Будучи христианами, по возможности не работать в этот день. Однако, если обнаружится, что они иудействуют, они будут отлучены от Христа. Видите, как интересно. Вы знаете, что даже откровение Иоанна переведено неправильно. Я был в духе в день воскресный. В оригинале этого нет. Я был в духе в день Господень. Но не евреи, которые пришли, перенесли в субботу, в частности, во время Константина императором, императорским указом перенесли на воскресенье. И даже катехизис католического учения для новообращенного. Кстати, есть интернет-сайт «Православие для чайников». Хорошо, для новообращенного католический катехизис. Вопрос. Какой день является субботним? Ответ. Воскресенье – субботний день. Я часто тоже такое слышу на наших проповедях, я имею в виду пятидесятических, что мы говорим «суббота», а подразумеваем «воскресенье». Я считаю, что так не должно быть. Я считаю так, что прежде всего, то, что Ишуа сказал, что он пришел не нарушить закон, а исполнить, это означает не нарушение закона. Ишуа законы не нарушал, правда? И никаких законов он не отменял. Говорят, что в субботу Ишуа как будто специально ходил и нарушал субботу. Против чего же выступал Ишуа в субботу? Против того же, против чего нормальный иудаизм выступает. Помните, была женщина больная в субботу, там еще кто-то имел сухую руку и так далее. И говорили, что в субботу нельзя исцелять. Но в действительности можно лечить в субботу? Можно, даже нужно. Шел Ишуа со своими учениками и собирал колоски. Это собирание колосков чем-то похоже на жаду. Жать в субботу нельзя. Но можно такое делать? Можно. В субботу можно, если ты хочешь кушать. Но ты должен сорвать ровно столько, сколько ты можешь съесть. Как говорится, есть надо понемногу, но чаще. Лучше всего каждые полчаса. Хорошо. Дальше. Есть такие люди, которые говорят, что Первая апостольская церковь соблюдала не субботу, а воскресенье. Ну, и в частности они любят цитировать такое место из деяний. Такое место из деяний, что собрались они вечером, первый день недели, да? И сидели там до полуночи. Помните? Отсюда церковь собиралась в первый день недели. Первый день недели воскресенья. Но эти люди забывают, да? Что у евреев понедельник начинается суббота. Ну, если не понедельник, то уж, по крайней мере, суббота начинается воскресенье. То есть, они собираются в первый день недели, но для нас, по нашему календарю, это была бы суббота. И они собирались конкретно для чего? Для гавдалы, да? То есть, когда заходит солнце, собирается и благословляет прошедшую субботу, и благословляет новый день. И отделяет субботу от будни. И эта традиция называется гавдала. То есть, они конкретно это делали. И когда говорят, первый день недели, пусть каждый там откладывает. И так далее. Что же, о чем это говорится? Это как раз о том и говорится. Что в субботу евреи, синагогу не носили деньги, да? А после субботы, уже когда гавдала была, вот тогда и можно было принести. То есть, я абсолютно уверен, что Иешуа праздновал субботу. И я абсолютно уверен, что ученики Иешуа празднуют субботу. Если говорят, что Иешуа господин шаббата, да? И суббота для человека, а не человек для субботы, то есть еще такой принцип. Иудаизм для еврея, а не еврей для иудаизма. И это тоже ортодоксальный еврейский признак. Почему? Потому что все законы даны нам для блага, для радости, а не как тяжелое наказание. Казани.